Вы смотрите Нитро Новости. Нитро Новости ваш рулевой в мире нагара и прыжневых колец. В студии Иванов Дмитрий. Здравствуйте. Проект Let's Bike сообщает, что шестой международный зимний велоконгресс пройдет в Москве в феврале 2018 года. Такое решение было принято на пятом конгрессе в Монреале. Мероприятие собирает сотни людей со всего мира. На конгрессе обсуждаются вопросы продвижения велокультуры в странах, где вообще бывает зима. Мероприятие поддержало Министерство транспорта РФ. В рамках конгресса может пройти дополнительный зимний велопарад. Корпорация Toshiba представила новую версию литий-детонатной батареи, которая перезаряжается намного быстрее, чем любой другой конкурирующий на данный момент аккумулятор. Происходит это благодаря аноду из ниобиевого оксида титана. Батарея сохраняет 90% своей емкости даже после 5000 зарядных циклов. При этом новая батарея обладает чрезвычайно высокой энергетической плотностью и невероятно быстро заряжается. Серийный выпуск батареи запланирован на 2019 год. Эксперты снова говорят о революции в развитии электротранспорта. Первые соревнования на мопедах в Латвии были проведены в 1971 году мотоклубом Берине, которым тогда руководил организатор движения мотоспорта и отец скьоринга Латвии Александр Бредис. С той поры прошло более 40 лет, но традиции золотого мопеда сохранились до наших дней. Не стал исключением и это 2017 год. При поддержке Латвийской Федерации по мотоспорту удалось успешно провести два открытых чемпионата в двух дисциплинах с участием мопедистов. Один по мотокроссу, другой по шоссейным гонкам. В надежде добраться до желанных призовых мест в начале сезона на старт вышли более 80 гонщиков в возрасте от 6 до 70 лет. Но далеко не всем удалось выдержать полный сезон. Наш корреспондент и постоянный участник соревнований Амур Шуркин занял почетное второе место в шоссейной дисциплине в классе стандартных односкоростных мопедов. Поздравляем! Как устроены дисциплины и какие классы мопедов участвуют в соревнованиях, вы узнаете из следующих выпусков новостей. Незаметно прошло семь лет с момента выхода первого журнала Дырчик. Это был коллективный труд многих людей, фанатов легкой и ретро-мототехники. Несмотря на то, что журнал не перешел в категорию ежемесячных изданий, в этот новый год я с удовольствием открою первый номер журнала и с бокалом вина вспомню, что же будоражило умы мопедистов семь лет назад. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok